Следующая песня. Если вы не знаете, как заставить близкого человека убирать дома, следующая песня, она вам поможет. Она называется «Ван Гог и пыль». Тут одна тонкость, есть историческая справка, что этот знаменитый художник Винсент Ван Гог, он трепетно относился к пыли, он считал ее очень живописной, она украшает комнату и очень полезной для здоровья. Поэтому, когда Ван Гог уходил гулять, его домашние быстренько все убирали и раскладывали все вещи в том же беспорядке, как они и были. Теперь песенка «Ван Гог и пыль». Ну какой же без пыли уют, он как друга ее любил. Бабам, дай волю, они все затрут, он за это бы их и убил. Он заваливал хламом углы, он кричал «Домочаться мне сметь!» Натирать до дури полы, уборка хуже, чем смерть. Ван Гог, Винсент Ван Гог, он творить по-другому не мог. Уже слышала ругать жена, когда он на прогулку шел. Мне чистота не нужна, а мне и так хорошо. А как только уйдет суета, вымести пыль по углам, и успеть на те же места разложить потревоженный хлам. Ван Гог, Винсент Ван Гог, он творить по-другому не мог. Ну а ты не Ван Гог, однако, убери за собой собака. Он как друга любил свою пыль, он творить без нее не мог. В этом был его фирменный стиль, но ведь он — это Винсент Ван Гог. Ван Гог, Винсент Ван Гог, он творить по-другому не мог. Ну а ты, собака, а ты чего же убраться никак не можешь? Ну а ты, собака, а ты чего же убраться никак не можешь? Ты не Ван Гог, однако, убери за собою собака. 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 Ну а теперь вы знаете, как заставить своих близких убирать в комнате. Здорово! Продолжение следует...